добрый день сегодня мы поговорим с вами о симметрии о симметрийных свойствах окружающих нас объектов мы дадим математическое и физическое определение симметрии остановимся на симметрии кристаллов и попробуем объяснить как физические свойства материалов и кристаллов в том числе магнитных связаны с их симметрии я хочу начать с того что симметрия это очень благодарная тема для рассказа мне в принципе не потребуются никакие реквизиты и можно привести множество объектов и примеров которые обладают симметрии симметрийными свойствами обычно в обиходе понятие симметрии связывается с так называемой зеркальной симметрии предмета мы можем провести ось симметрии и если ось симметрии разделит объект на две равные части которые являются одинаковы то мы получим симметричный объект примеры таких объектов которые существуют в природе симметричных приведены на картинке этого слайда вы видите симметрию снежинки вы можете осью симметрии разделить ее на две одинаковые равные части на слайде видна симметрия бабочки здесь мы тоже можем построить такую же ось симметрии симметрии дубового листа человек если мы проведем ось симметрии грубо говоря через центр то мы тоже можем поделиться на две равные части и примером зеркальные или так называемые и на тиаморфной симметрии являются симметрия наших рук то есть мы видим их разделяем их осью симметрии и можем совместить одну с другой свойством зеркальной симметрии пользуются архитекторы и художники в архив в картинах леонардо да винчи например в архитектурных объектах мы всегда стараемся увидеть то есть архитекторы стараются соблюсти симметрийные принципы симметрия существует и в природных объектах на этом же слайде приведена иллюстрация кристалла который тоже обладает осевой симметрии сегодня я не буду рассказывать про историю и ученых которые внесли в свой вклад в развитие теории симметрии как математической так и кристаллахимической потому что очень много ученых философов художников архитекторов людей которые занимались симметрийными объектами сегодня я постараюсь просто дать некоторые определения симметрии и одно из математических определений симметрии принадлежит выдающемуся немецкому математику герману вейлю который известен своими работами в различных областях математики в алгебре геометрии топологии теории чисел и конечно симметрии много работ вели посвящено области теоретической физики он работал с такими учеными как альберт энштейн и зоммерфельд одна из известных книг принадлежащая перу германа вейля так и называется симметрия и в этой книге он рассуждает асимметрии и с человеческой и математической точек зрения некоторые фразы принадлежащие вейлю записаны приведены на этом слайде и я остановлюсь на той которая связана с математической формулировкой симметрии под симметрии следует понимать неизменность либо инвариантность какого-либо объекта при определенного рода преобразованиях можно сказать что симметрия есть совокупность инвариантных свойств объекта в данном случае мы сталкиваемся с вами с новым термином математическим который называется инвариантность под инвариантностью понимается свойства объекта не изменяться при изменении внешних условий мы можем привести примеры инвариантных преобразований в кристалле который совмещается сам собой при поворотах отражениях и смещениях многие животные объекты живого мира как мы только что рассуждали с вами также обладают приближенной зеркальной симметрии при отражении левой половины на правую подчиняться законам симметрии могут не только объекты материального мира живой и неживой природы но также и математические объекты и существует математическая теория симметрии более того сложная область математики такой раздел как теория групп которая работает с различными группами и в том числе с группами симметрии сегодняшняя лекция на этих вопросах мы останавливаться не будем мы будем рассуждать про симметрию и элементы симметрии которые существуют в природных объектах и делать акцент на элементы симметрии в геометрических фигурах и твердых телах вообще говоря существует три основных элемента симметрии это центр симметрия это ось симметрии и это плоскость симметрия ну на всех этих элементах я остановлюсь несколько подробнее и приведу некоторые примеры сейчас что такое центр симметрии центр симметрии это . в которой пересекаются оси симметрии и поворотом вокруг центра симметрии, мы можем совместить фигуру само с собой. Центр симметрии есть у снежинки, у цветка, у морской звезды. Положение центра симметрии в кубе с помощью пересечения осей симметрии куба показано на этом слайде. Следующий элемент симметрии называется осью симметрии. Про ось симметрии мы рассуждали немного ранее. Определение оси симметрии может быть следующим. Ось симметрии это воображаемая прямая, при вращении вокруг которой объект совмещается со своим первоначальным положением. Некоторые оси симметрии, которые могут существовать в архитектурных объектах, живых объектах и геометрических фигурах, здесь изображен равнобедренный треугольник, который обладает тремя осями симметрии, мы видим. Относительно оси симметрии можно сказать, что ось симметрии характеризуется порядком. Порядок оси симметрии показывает то число совмещений при полном повороте на 360 градусов, которые могут быть реализованы при повороте вокруг осей симметрии. Порядок осей симметрии определяется по формуле, которая приведена также на слайде. Порядок оси обозначается буквой Н, а К это угол поворота, на который мы поворачиваем фигуру, чтобы мы могли совместить ее само с собой. Вообще говоря, существует счетное число осей симметрии. В кристаллографии ось симметрии изображается буквой С с некоторым индексом, который будет характеризовать порядок оси симметрии. Существуют оси симметрии первого порядка, соответственно, эта оси симметрии характеризует поворот фигуры на 360 градусов. Ось симметрии второго порядка С2, которая определяет поворот фигуры на 180 градусов, то есть порядок соответствует. Ось симметрии третьего порядка, ось симметрии четвертого порядка, а также оси симметрии пятого порядка и оси симметрии шестого порядка. То есть такое 1, 2, 3, 4, 5, 6 осей симметрии. Нужно сказать, что есть некоторые характерные отличия. Какие оси симметрии характеризуют неживые объекты материальные, кристаллы, и отличия симметрии живых объектов. Оказывается, они отличаются. Но вначале я хочу показать, но проиллюстрировать на этой картинке, какие оси симметрии могут существовать в одной из самых высокосимметричных фигур в кубе. В кубе присутствуют оси симметрии второго порядка, ее положение изображено на картинке с индексом В. Оси симметрии третьего порядка, это диагонали куба, они показаны на картинке В. И оси симметрии четвертого порядка, если мы будем оси проводить через грани куба, они показаны на картинке А. Еще можно отметить такой момент, что в кристаллографических таблицах есть определенные изображения осей симметрии. То есть это оси симметрии, снабженные некоторыми кончиками. Для оси симметрии первого порядка это будет такой кружочек, который характеризует как раз поворот на 360 градусов. Для оси симметрии третьего порядка мы нарисуем треугольник. Ось симметрии четвертого порядка это будет такой вот квадратик. То есть такие изображения осей симметрии в кристаллографии. Теперь давайте мы поговорим про ось симметрии пятого порядка, которая запрещена в кристаллических объектах, существование которой, как говорят кристаллографы, не разрешено в объектах неживой природы. Но, тем не менее, если мы видим объекты живой природы, то оси симметрии может в них присутствовать. Ось симметрии пятого порядка может в них присутствовать. Здесь показывают пример морской звезды. Мы можем увидеть цветы, в которых также существует о симметрии пятого порядка. Но в современном мире мы можем искусственно создать материалы, в которых, оказывается, тоже можно реализовать симметрию пятого порядка. И нужно сказать, что такие материалы, их называют квазикристаллы, были синтезированы в конце 20 века. Это 1982 год, в котором израильский физик Дан Шехтман синтезировал кристалл алюминий-2 марганца, который обладал симметрией пятого порядка. Как такую структуру можно сделать? Нужно сказать, что за работой по квазикристаллам в 2011 году Шехтман был удостоен Нобелевской премии. Возникает вопрос, как можно создать квазикристаллы? Как можно получить кристаллическую структуру с осью симметрии пятого порядка? Мы будем с вами говорить, но я думаю, вы и так уже знаете, что любая кристаллическая структура, как структура этого кубика-робика, состоит из набора маленьких ячеек, в данном случае маленьких кубиков, которые являются элементарными ячейками. И повторение элементарных ячеек позволяет нам восстановить полную структуру кристалла. В случае куба мы имеем дело с высокосимметричной кубической ячейкой. В случае квазикристалла элементарная ячейка у нас должна обладать осью симметрии пятого порядка. И идея таких элементарных ячеек, идея таких структур такой симметрии пришла к Шехтману, и она связана с работами математика Роджера Пенроуза, который предложил соединять между собой ромбы, но не простые ромбы. Ромбы, в которых углы между сторонами, составляют 36 и 72 градуса. Соединение таких ромбов позволяет создавать фигуры, которые носят название мозаики Пенроуза. И пример мозаики Пенроуза приведен на этой слайде. Такая мозаика обладает симметрией пятого порядка. И на основе таких вот элементарных ячеек могут быть созданы и квазикристаллы, которые сейчас синтезируются и используются в различных технологических областях. Следующим элементом симметрии является плоскость симметрии. Плоскость симметрии делит многогранник на две зеркально равные части, и в кристалле может существовать несколько плоскостей симметрии. Это может быть одна плоскость симметрии, две, три, четыре, но в кристалле не может существовать больше девяти плоскостей симметрии. Еще я хотела рассказать про один из элементов симметрии, связанных с центром симметрии. Интересный и важный элемент при их описании различных свойств физических объектов — это так называемый центр инверсии. Центр инверсии мы можем обозначить буковкой И. И суть центра инверсии заключается в том, что если мы хотим инвертировать некоторую точку относительно центра инверсии, то мы должны соединить эту точку отрезком определенного радиуса R с центром инверсии и дальше переместить эту точку на такое же расстояние R. И тогда мы получим преобразование инверсии. Мы переведем одну точку в другую относительно операции пространственной инверсии. Как это происходит с более объемным объектом, допустим, с Биг Беном в Лондоне, показано на этом слайде, то есть что с ним произойдет, если к нему применить операцию пространственной инверсии. Нужно сказать, что кристаллическую структуру или даже структуру некоторой геометрической фигуры можно определить не с помощью одного, а с помощью целой совокупности операций симметрии. Поэтому в кристаллографии принято собирать все элементы симметрии, которые характеризуют определенную кристаллическую структуру в одну группу. И эта группа будет называться группой симметрии кристалла. Причем в кристаллографии различают так называемые точечные группы симметрии, которые связаны с преобразованием кристалла как целого при определенных операциях симметрии, то есть при изменении их его относительно некоторой точки, так и пространственные группы симметрии, которые связаны с трансляционными свойствами кристаллической структуры. Про них я расскажу несколько позже. Нужно сказать, что в связи с тем, что, как я говорила недавно, существует счетное количество операций симметрии, то есть плоскостей симметрии может быть не больше девяти, а для характеристики природных кристаллов существует всего лишь пять осей симметрии. Комбинация между этими элементами симметрии вкупе с центром симметрии и операцией пространственной инверсии позволяет создать определенное количество классов симметрии. Вот существует всего 32 класса симметрии, которые позволяют характеризовать те кристаллические тела, которые у нас существуют в мире. Ну и несколько слов я хотела сказать о так называемых предельных группах симметрии. Это те группы симметрии, в которых существует бесконечное количество определенных элементов симметрии. Допустим, если мы возьмем с вами конус, то в нем будет существовать бесконечное количество осей симметрии. Если мы возьмем с вами цилиндр, в нем может существовать бесконечное количество плоскостей симметрии. Такие группы симметрии носят название предельных групп симметрии. Нужно сказать, что каждый кристалл имеет свою собственную группу симметрии. И кристаллы поваренной соли, допустим, они всегда будут иметь форму кубиков, то есть они кристаллизуются в кубической группе симметрии. Кристаллы алмаза являются восьмигранниками. И, как здесь показано, для каждого кристалла будет каждый кристалл будет характеризоваться своей определенной симметрией. В кристаллографии существует такое понятие, как степень симметрии. Или, если мы будем говорить по-гречески, сингония. В переводе с языка сингония означает сходноугольность. И оказывается, все многообразие кристаллографических систем, все 32 кристаллографические системы, можно разделить на семь групп, семь сингоний, которые различаются своей степенью симметрии. Все сингонии можно разделить также на три основные группы. Это высокосимметричные, среднесимметричные и низкосимметричные. Название сингоний и примеры кристаллов, которые относятся к той или иной кристаллографической системе, приведены на этом слайде. Мы можем сказать, что выше сингонии является кубическая сингония. И в кубической сингонии кристаллизуются кристаллы алмаза. Также в кубической сингонии кристаллизуются и кристаллы магнетита. Первые материалы широко распространенные, которые были впервые обнаружены, у них магнитные свойства, которые сейчас тоже широко используются и изучаются. К средним кристаллографическим системам или к средним сингониям относятся гексагональная, тетрагональная и тригональная сингония. Но и самыми низкими, низкосимметричными сингониями являются триклинная, моноклинная и ромбоэдрическая сингония. Несколько слов про структуру кристалла. Мы уже говорили, что кристаллические тела получаются повторением элементарной ячейки. Элементарная ячейка содержит в себе всю информацию о структуре кристалла. Она будет включать в себя все основные атомы, входящие в формулу химического кристалла, и она будет отражать все операции симметрии, которые характерны для той или иной кристаллической структуры. В кристаллографии различают несколько типов элементарных ячеек. Здесь три из этих типов показаны. Самая первая — это примитивная элементарная ячейка, это кубик, в вершинах которого расположены красные кружочки. Дальше идет так называемая базоцентрированная элементарная ячейка. В дополнение к атомам, расположенных в вершинах куба, добавляется атом, расположенные в его центре. И так называемая границентрированная элементарная ячейка, в гранях которой тоже располагаются атомы. Повторение элементарных ячеек с помощью операции трансляции позволяет восстановить полную структуру кристалла. Как связаны трансляционные свойства с другими элементами симметрии изучались в работах Федорова и Шехтмана, нашего российского ученого и немецкого кристаллографа Шехтмана. И соответственно свои исследования они систематизировали и показали, что для всего многообразия кристаллических тел существует 230 пространственных групп и все кристаллы могут быть, симметрия всех кристаллов может быть систематизирована по этим пространственным группам симметрии. И напоследок я хочу сформулировать два основных принципа, которые позволяют связывать физические свойства симметрии кристаллов. Эти принципы были сформулированы двумя учеными Фридрихом Нейманом в 1829 году и хорошо известным нам физиком Пьером Кюри, который занимался в том числе исследованием симметрийных свойств кристаллов. Принцип фон Неймана заключается в следующем. Симметрия физических свойств кристаллов не может быть ниже его симметрии. То есть мы знаем, что любой кристалл обладает своими физическими свойствами. Если это магнитный кристалл, то он характеризуется намагничностью, магнитной восприимчивостью и рядом других важных свойств. Намагниченность является векторной величиной, восприимчивость тензорной величиной. И симметрия тензора и симметрия аксиального вектора намагниченности должна состыковываться с симметрией кристалла, который обладает такими магнитными свойствами. Если мы говорим про сигнетоэлектрический кристалл, то сигнетоэлектрический кристалл, его свойства определяются поляризацией, диэлектрической восприимчивостью и другими свойствами, которые также характеризуются симметрией. В частности, вектор электрической поляризации является полярным вектором. И для того, чтобы существование электрической поляризации не противоречило симметрии, необходимо, чтобы в группе симметрии сигнетоэлектриков отсутствовала операция пространственной инверсии, потому что симметрия не должна запрещать пересуществование различных позиций вектора поляризации. Следующий важный принцип, который определяет связь симметрийных свойств с физическими свойствами кристаллов, это универсальный принцип симметрии, который был сформулирован Пьером Кюри. Я зачитаю этот принцип, который написан на этом слайде. В результате наложения нескольких явлений природы, каждая из которых обладает своей собственной симметрией, в системе сохраняются лишь совпадающие элементы симметрии этих явлений. Что значит этот принцип? Это значит, что внешнее воздействие не должно нарушать симметрию кристаллы. Или по характеру внешнего воздействия, если оно нарушает симметрию, мы можем определить тот физический эффект, который будет реализован в результате этого воздействия. То есть, если мы имеем, допустим, с векторной величиной определенной симметрии, если мы имеем дело с полярным вектором, то чтобы преобразовать его в аксиальный вектор типа намагниченности, то есть, если мы имеем дело с полярным вектором поляризации и мы хотим преобразовать его в аксиальный вектор намагниченности, нам надо приложить соответствующее тензорное воздействие. Поэтому, если мы, допустим, на сигнатоэлектрический кристалл подействуем температурой, будем изменять его температуру, которая является скалярной величиной, мы, конечно, никогда не сможем изменить его состояние, то есть не перевести, не сможем сделать из него сигнатоэлектрический кристалл сделать магнитным материалом. Для этого нужно произвести некоторое другое преобразование. Таким образом, исходя из знаний симметрии, мы можем показать, какие преобразования нужно сделать, чтобы из одного физического свойства получить другое физическое свойство. Об этом я частично рассказывала в своей лекции мультифероики, и эти вопросы мы также будем рассматривать на других занятиях. А сегодня, до свидания!